МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Итоги на ТВ-3». Меня зовут Хатума Канжаря. Добрый вечер. Вначале о главных событиях сегодняшнего дня. Тружественные отношения к Грузии и Казахстане. Премьер-министр Ракли Гарибашвили обсудил с президентом Нурсултаном Назарбаевым вопросы двустороннего сотрудничества. Кто взял самую высокую премию в аппаратах государственных поверенных, Институт развития свободы информации публикует данные о финансовых расходах администрации грузинских губернаторов за 2013 год. Транзитным потенциалом Грузии заинтересовались в России. Компании северного соседа раздумывают над возможностью использования Грузии в качестве транзитной территории. Премьер-министр Грузии Ракли Гарибашвили встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. На встрече, которая состоялась в Астане, были обсуждены текущие состояния, перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционно-энергетической сферах. Грузийский премьер еще раз подтвердил президенту Назарбаеву, что Грузия считает Казахстан дружественным государством и важнейшим партнером. Гарибашвили также встретился со своим казахстанским коллегой Каримом Масимовым. В составе грузинской делегации также находятся министры экономики, энергетики, финансов и сельского хозяйства. На расширенной встрече была подчеркнута значимость активизации сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами и законодательными органами двух стран. До отъезда премьер-министр Грузии встретился с министром иностранных дел Данией Мартином Лидегордсом. Стороны обсудили основные аспекты двусторонних взаимоотношений и перспективы углубления сотрудничества. Между правительствами Грузии и Дании планируется оформление меморандума сотрудничества в энергетической сфере. Кто взял самую высокую премию в аппаратах государственных поверенных Институт развития свободы информации публикует данные о финансовых расходах администрации грузинских губернаторов за 2013 год. В том числе автомобилях, премиях и зарплатах. Согласно исследованию, самая крупная премия была выдана администрацией губернатора региона и Меретии составила 111 тысяч лари. На втором месте администрация Самогрелло 103 тысячи 945 лари. Тройку непочетных лидеров замыкает аппарат поверенного в регионе Квайму-Картли. Ведомство поощрило себя на сумму в 95 тысяч 550 лари. Что касается надбавок к зарплате, по информации IDFS, наиболее крупная сумма 36 тысяч 445 лари была выдана администрацией губернатора Кахетти. В опубликованном отчете приведены также данные об автомобилях, числящихся на баллазе поверенных губернаторов. Администрация Шудокартли потратила самую большую сумму. Что касается надбавок к зарплате, здесь лидирует администрация губернатора региона Кахетти. Большая часть этой суммы была предназначена господину Зурабу Чайберашвили, тогдашнему губернатору. Мы не располагаем информации о расходах администрации новых губернаторов за 2014 год. По приглашению главной прокуратуры в Грузию прибыла турецкая делегация. Ее возглавляет главный прокурор Кассационного суда Турции. Глава Отечественного наследственного ведомства Георгий Бадашвили ознакомил гостей со структурой, деятельностью и основными функциями прокуратуры. Стороны обсудили сотрудничество по уголовным вопросам и специфику работы ведомства двух стран. Парламентская сессия открылась сегодня политическими заявлениями. Рассуждение грузинских законодателей на тему протекающих в стране процессов проходило на фоне оживленных споров. В том же духе прошло и заседание Бюро парламента. Меньшинство требовало проведения дебатов после выступления президента в законодательном органе. На что спикер Давиду Супашвили ответил, напомнив оппозицию о том, что та не явилась на заседании, на котором обсуждался этот вопрос. К обсуждению предстоящего выступления президента в законодательном органе страны подключилась и первый вице-спикер. Манана Кубахидзе ответила, что им неизвестно содержание выступления президента, а потому не ясна тема дебатов. Я предлагаю не дать выступлению президента пройти в пустое, организовать дискуссию, выразить наши позиции по тем вопросам, которые будут озвучены президентом и текущие события в стране. Давайте послушаем, что скажет президент. Жизнь продолжается. Вы хотите, чтобы я тоже не выступал? Давайте проголосуем за это. Мое выступление служит визиту президента в парламент. И, по-моему, наша с вами задача как минимум поблагодарить президента за то, что он пришел. Да, я буду выступать для того, чтобы сказать спасибо. Министр обороны Миндзе Джиннелидзе провел встречу с послом Великобритании в Грузии Александр Холл-Холл. В беседе принимал участие председатель комиссии советников воровской международной безопасности сэр Гарри Джонсон. Стороны обсудили существующее партнерство между оборонными ведомствами двух стран, а также перспективы на будущее. Мы говорили о будущем нашего оборонного ведомства, о будущих приоритетах министерства с точки зрения развития вооруженных сил Грузии. Великобритания – стратегический партнер нашей страны. Мы обязательно будем сотрудничать с ней еще интенсивнее. Соединенное Королевство помогает нам в направлении образования, в подготовке кадров. Я, как министр, постараюсь, чтобы формат нашего сотрудничества был еще более тесным. Мы провели достаточно продуктивную встречу. Мы хорошо знакомы с господином Джиннелидзе еще с тех времен, когда он руководил Советом по управлению кризисными ситуациями. Уверена, его опыт пригодится на новой должности. Российские компании проявляют большой интерес к возможности использования Грузии в качестве транзитной территории. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра по взаимоотношениям с Россией Зураба Башидзе. По его словам, над этим вопросом работает и грузинская страна. Однако при этом в руководстве железной дороги заявили, что на данном этапе никаких переговоров по этому поводу с Россией не ведется. Правительство Тбилиси рассматривало сегодня бюджет на 2015 год. Главными приоритетами были выявлены здравоохранение, экологическая обстановка в городе, улучшение состояния скверов. По словам столичного городоначальника, речь шла и о предвыборных обещаниях. Бюджет предстоящего года будет использован для урегулирования главных проблем города, ответил Давид Норманя. Сегодня также стало известно, что финансирование районных администраций будет увеличено на 30 миллионов лари. Мы внедрили несколько новых программ в сферу здравоохранения. Также в связи с благоустройством города предложены несколько проектов, которые мы намерены осуществить. Финансирование районных администраций было увеличено примерно на 30 миллионов лари. А это значит больше решенных проблем, реабилитация аварийных зданий, улучшение инфраструктуры и так далее. Берегоукрепительная реабилитационная работа ведутся на участке дороги Санаки-Поти-Сарпи. Штормовые волны размыли нижний склон дороги, что угрожает безопасности водителей и пассажиров. На первом этапе будет укреплена береговая линия, установлена специальная защитная сетка. Реабилитационные работы на двухкилометровом участке автотрассы сегодня осмотрели министр регионального развития и инфраструктуры Грузии, а также председатель правительства Аджарии. Это фактически самая короткая дорога, ведущая на Кавказ из Европы через Турцию. В результате сильных штормов она была повреждена после проведения реабилитационных работ она станет безопасной для водителей и пассажиров. На протяжении десятилетий проблематичным было приведение дороги в порядок. Каждую весну и осень здесь образовывались новые повреждения. На этот участок будет потрачено примерно 35 миллионов лари. Проект предусматривает дорогу укрепительной работы. Министерство сельского хозяйства и компания Объединенная растительная система Грузии продолжают реабилитацию реабилитационной системы страны. Работы по восстановлению магистрального канала Манави-Тахляури в муниципалитете Сага-Ареже сегодня смотрели министр Алтар-Данелли и директор компании Ливан-Двали. По завершении реабилитации водой будет обеспечено 2000 гектаров сельхозугодий региона Кахетия. Сейчас расчищается примерно 3 километра канала. Это поможет обеспечить водой примерно 2000 гектаров только в этом регионе. Мы наладим водоснабжение везде, где сможем. Мы обеспечим водой территорию примерно в 2000 гектаров. В ближайшие дни мы начнем реабилитацию растительной системы в Куэму-Самгоре. Проект стоимостью в 4,5 миллиона лари. Незаконная вырубка леса и его транспортировка в регионе Самцхаджи-Вахете. Факты правонарушения были выявлены сотрудниками Национального лесного агентства. В результате правоохранители изъяли 20 кубометров древесины. Как сообщают в агентстве, сейчас специалисты устанавливают размер ущерба, нанесенного окружающей среде. В результате примитивных мероприятий, проведенных сотрудниками Национального лесного агентства, в регионе Самцхаджи-Вахете был выявлен факт незаконной добычи и транспортировки леса. В связи с этим были предприняты соответствующие меры, а материалы дела были отправлены в суд. С населением Панкисти сегодня встречалась советник президента Грузии София Шаманидзе. Она на месте ознакомилась с обстановкой и проблемами жителей ущелья, самое главное из которых безработица. По словам местных жителей, именно из-за отсутствия работы молодежь вынуждена уезжать из родных краев. В ходе встречи речь коснулась инцидента, произошедшего несколько дней назад. По словам местных жителей, у драки не было никакой этнической подоплеки. София Шаманидзе поговорила и с представителями совета старейшего Панкистского ущелья, а также имамом местной мечети Амаром Алдамовым. Я сегодня встретилась с советом старейшего Панкистского ущелья, с имамом, с местным населением. Мы поговорили об их проблемах, главной из которых безработица. Молодежь совершенно не занята, здесь нет ни спортзалов, ни различных кружков. Мы намерены сотрудничать с местной школой, дабы осуществить определенные проекты, для того, чтобы молодые люди были чем-то заняты. Мы ненадолго прервемся, никуда не приключайтесь. Далее в программе вы увидите. Вашингтон и Пекин заинтересованы в обоюдных успехах. Президент США Барак Обама примет участие в саммите Ассиан после пекинского форума ОПЕК. Крупнейшая сделка на мировом атомном рынке за последние годы. Россия намерена построить в Иране сразу 8 атомных энергоблоков. Исламское государство – самая богатая террористическая группировка в мире. Деньги маджахедов подсчитала издание Forbes Израиль. Составивший рейтинг самых состоятельных радикальных движений. СТАТУС СТУДИО ТЦАРМОГИРГЕНТ. СТАТУС СТУДИО ТЦАРМОГИРГЕНТ. СТУДИО ТЦАРМОГИРГЕНТ. Мы говорим о том, что имеет значение. Каждый день в 22.00. Смотрите. Итоги. Русская служба новостей на ЭВА-3. Нам есть что рассказать. Продолжаем выпуск. Мьянма приняла от Китая эстафету. После завершения в Пекине саммита азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества в Непьеду стартовал другой саммит ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В нем также принимают участие многие главы государств и правительств. Всего Мьянма принимает до 20 лидеров. И это не только представители региона. В течение дня в страну съезжаются президенты США, Южной Кореи, премьер-министры России, Австралии, Индии, Китая, Японии. Среди участников саммита и генсек ООН Пан Гимун. Представители принимающей страны, включая президента, встречают гостей в традиционной бирманской одежде. На открытии форума были представлены национальные песни и танцы. Президент США Барак Обама примет участие в саммите АСЯН после пекинского форума ОПЕК и встречном высоком уровне в Поднебесной. В Китае глава Белого дома провел переговоры с председателем КНРС и Дзиньпином. Обама заявил, что Вашингтон и Пекин заинтересованы в успехах друг друга. Коснулся он также ситуации в Гонг-Кунбе, особой административной единицы Китая. В последнее время в автономии проходили акции недовольных политико-центральных властей по установлению контроля над регионом. Китайских СМИ в этой связи активно писали о причастности к митингам Соединенных Штатов и экспорте в Гонг-Кунг цветной революции. Впрочем, Обама на встрече с Дзиньпином заверил, что Вашингтон не имеет отношения к протестам. Китайский лидер, в свою очередь, предостерег иностранное государство от вмешательства в события автономии. Подчеркнув, что ситуация в Гонг-Кунге является внутренним делом КНР. Визит Обама в Поднебесную запомнился не только политическими заявлениями. Глава Белого дома возмутил китайцев тем, что все время жевал жевательную резинку. В социальных сетях появились комментарии и насмешки пользователей. По их мнению, поведение американского лидера никак не соответствует общепринятому дипломатическому этикету, а больше похоже на поведение лоботряса и рэпера. Известно, что с помощью жевательной резинки президент США борется с никотиновой зависимостью. Ранее критики китайских СМИ подвергся и Владимир Путин. Поводом послушал его, казалось бы, галантный жест. Во время фейерверка на саммите ОПЕК российский лидер набросил плед на плечи первой леди Китая. Некоторые сочли такое поведение за флирт. Владимир Путин, тем временем, буквально только вернувшись с саммита в Пекине, принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию второго гидроагрегата Саяна-Шушенской ГЭС, крупнейшей электростанции России. Дал команду запуска президент в режиме видеоконференции. Второй гидроагрегат, последний из десяти, замененный в ходе восстановительных работ на объекте. С его пуском гидроэлектростанция вновь выйдет на проектную мощность. Восстановительные работы на Саяна-Шушенской ГЭС начались после крупной техногенной катастрофы 2009 года. В результате аварии погибли 75 человек. Оборудованию и помещениям станции был нанесен серьезный ущерб. Работа ГЭС была приостановлена. Сразу восемь атомных энергоблоков построят Россия в Иране. Соответствующее соглашение было подписано в Москве. Четыре ядерных реактора появятся на уже существующей АСБУШЕРе. Еще четыре построят на другой площадке. Это крупнейшая сделка на мировом атомном рынке за последние годы. Заключена она в фоне продолжающихся переговоров между Ираном и шестеркой международных посредников и примерно за две недели до истечения их сроков. Участники процесса до конца ноября должны достичь окончательного соглашения. Тегеран должен убедить мировое сообщество в том, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. В ответ Исламская Республика может рассчитывать на послабление санкций. У Ирана просто нет таких технологий. Этот протокол предусматривает сотрудничество в сооружении восьми блоков. То есть это такая большая долгосрочная программа на десятилетия вперед. И наши коллеги подписали сейчас контракт на сооружение двух блоков на площадке АСБУШЕР с возможностью. Контракт предусматривает возможность расширения до четырех блоков. Запад заподотворил Россию в торпедировании переговоров с Ираном по ядерной сделке. В США и Европе намерением России построить несколько энергоблоков остались недовольны. На Западе считают, что это ставит под угрозу международные переговоры с целью ограничения ядерной программы Тегерана. По мнению американского эксперта Марка Фицпатрика, таким поступком Москва отколется от шестерки посредников, на которых была возложена миссия по ведению диалога с Исламской Республикой. Возможно, это отвечает интересам России и Ирана, но со стороны Путина это, цитата, будет крупное надувательство, заключил эксперт. Исламское государство – самая богатая террористическая группировка в мире. Ежегодный доход джихадистов, занявших обширные территории в Сирии и Ираке, достигает 2 миллиардов долларов, заработанных в первую очередь благодаря захваченным нефтяным месторождениям. Деньги маджахедов почитало издание Forbes Израиля, составившее рейтинг самых состоятельных радикальных движений. Второе место в списке занимает палестинская группировка Хамас, бюджет которой около 1 миллиарда долларов. В тройку лидеров 600-миллионные попали и колумбийские повстанцы из движения ФАРК. Далее в рейтинге самых богатых следует Хацбалат, Талибан и Аль-Каида. Зонд Фила отправился к комете Чурюмова-Герасименко. Мир космонавтики оказался в шаге от исторического момента. Сегодня Европейский центр управления полетами отдал команду на отделение специального зонда от базового аппарата «Розетта». Он летел к комете более 10 лет, преодолев за это время свыше 6 миллиардов километров. Главная задача специалистов – посадить спускаемый аппарат на вращающееся космическое тело, летящее со скоростью 18 километров в секунду. Зонду Фила предстоит изучить внутреннюю структуру кометы. Ученые надеются, что миссия Розетты поможет найти ответы на вопросы происхождения Солнечной системы, а также о том, откуда на нашей Земле взялась вода, а возможно и откуда жизнь. Чтобы он мог комете. 24 миллиона долларов за карманные часы. Аксессуар от швейцарской компании «Патек Филипп» ушел с молотка за рекордную сумму на торгах аукционного дома «Сотби» в Женеве. Часы, сделанные из золота 999-й пробы, весят 500 граммов. Они были изготовлены в начале 30-х годов прошлого века по заказу Генри Грейвса. Нью-Йоркский банкир поспорил с другим магнатом, что станет владателем самых сложных часов в мире. Состоят они из почти тысячи деталей, помимо стандартных часовых, минутных и секундных стрелок. Этот хромонометр имеет еще 24 разных механизма. На создание уникального прибора ушло 8 лет. Это были главные новости, о которых мы успели вам рассказать. Меня зовут Хатун Аканжария. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»